Всем привет! Сегодня я хочу просто выговориться. У меня уже накипело. В этом видео я совершенно ничего не буду показывать, буду только разговаривать. В общем, речь пойдет, как ни странно, опять о встраиваемых модулях. Допустим, для аудио, допустим, Bluetooth, USB, MP3 модули. И также хочу упомянуть такую вещь, как универсальные скайлеры для телевизоров. То есть такая универсальная майн-плата. В общем, я хочу сказать одно. Я не знаю, я сам не могу понять, с чего вдруг у меня это взялось, почему так, но я категорически против переделки не техники. Нет, подождите, ставить дизлайк. Я даже не совсем так сказал. Я категорически против внешнего вмешательства во внешний вид техники. То есть, это тоже не совсем правильно. Я имею в виду вот что. Давайте представим ЖК-телевизор в большой диагонали. У него умерла материнская плата. Вы вдруг решили заказать универсальный скайлер, и вы полный баран, потому что, во-первых, на вторичке довольно-таки немало битых телевизоров, и если хорошо поискать, вы найдете ту плату, которая вам нужна. Договориться о почте не проблема. Я не говорю, что надо покупать новое. На вторичке можно найти. Надо просто и правильно искать, и договариваться на цену, если она вдруг неадекватная. Но, ладно, допустим, это какой-то сверхредкий, на который вы ничего не можете найти. Или просто выленивая задница. Вы решили установить универсальный алиэкспрессный скайлер. Во-первых, с одной стороны, да, это вещь интересная. Если у вас есть опыт, вы знаете, что куда надо подключать, то, пожалуйста, только лишь одно но. Не надо уродовать, сука, корпус. Вот я сейчас посмотрел одно видео, где предоставили телевизор был от подписчика на ремонт. У него установили универсальный скайлер, но было все так, что на родной плате сбоку выходили разъемы, а его поставили не лежа так, что разъемы вбок выходят, а поставили вот так вот, все разъемы вверх, и просто проделали прямоугольное отверстие, выпилили в задней стенке. Я ненавижу, когда уродуют корпус у техники ради какой-то модернизации, переделки. Потому что и то же самое касается установки модулей, в частности, в мус-центры, в хорошие магнитолы. Я не говорю про всякие какие-то ущербные осаки, подделки на хорошие культовые магнитолы. Я говорю про такие брендовые, фирменные, винтажные и прочие. То есть нормальные, которые имеют хоть какую-то ценность и пользуются спросом. Не надо уродовать технику внешне. Это невозможно откатить. Если у вас есть, например, запасная, допустим, верхняя панель от какой-нибудь весны 212, и вы решили на нее встроить модуль, а нет, там не верхняя, там в передней панели есть много места, да. Смотрите, какая моя логика. Если у вас есть запасная панель, пожалуйста. Если же ничего нету, не надо уродовать аппарат. Потому что, допустим, он попадет к кому-то. Например, мне от кого-то перепадет какая-нибудь штука, в которую встроили эту парашу. А это функционал, согласен. Но качество там так себе, в том числе и скайлеры. У них функционал так себе, но они работают. И захочется откатить. А все, отверстия проделаны, что-то там просверлено. И даже установив все родное, или просто убрав эту хрень, если говорить о модуле, останется напоминание об этом. Я не говорю про подпайку внутри. Это все отпаивается и работает дальше. Но внешне останется след, и вы это никогда ничем не уберете. Каким бы другим куском пластика вы не заклеивали дихлоротаном, или дихлорометаном, или что там еще есть. Это уже не то. Поэтому не надо эту всю хуйню делать. У меня реально очень бомбит, когда уродуют корпус. Я вот уже не знаю, в какой раз говорю, но у меня сейчас очень бомбит, когда именно уродуют внешний корпус, когда что-то врезают. Если, например, допустим, брать тут же какую-нибудь магнитолку или мусс-центр и встроить USB, ой, нет, не USB, не USB, нет, именно Bluetooth, модуль внутрь. Сделать это так, чтобы не надо было ни лишних отверстий делать, ничего высверливать, чтобы он был внутри, он был подключенный и он работал. Вот это, это хорошая модернизация, как по мне, но не то, что я перечислил выше. В общем, это все, что я хотел сказать. Если вы не согласны с моим мнением, то идите нахуй. Шутка. Можете, конечно, поспорить со мной, но моя позиция такова. Так, сейчас, что еще сказать такого можно, что я мог забыть. Также особо умные могут сказать, что это все мусор, говно и никому не нужное. А я вам так скажу, кому-то это не нужное, а кому-то это нужное. Но в переделанном состоянии это скорее даже меньшему количеству людей нужное. Вот, например, если будет выбор между одинаковыми аппаратами, но, допустим, возьмем Panasonic SA-VK950. Есть два на выбор. Даже, я даже вот так вот скажу. Без переделки цена на 500 рублей дешевле и встроили модуль, и цена на 500 рублей дороже. Ой, нет, 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 наоборот. Без переделки дороже, с переделкой дешевле. Я возьму без переделки. Потому что, в частности, такую аппаратуру ненавижу, когда переделывают, у меня сердце кровью обливается. Даже так могу сказать. Потому что это не советская техника, на которую на свалках, на чердаках, корпусных частей, просто каких-то блоков, валом нет. Она не у нас делалась, поэтому у нас меньше на нее запчастей, и их тяжелее найти, за них денежку попросят. Нет, даже почему-то по этому поводу, иногда, когда я разбираю на, поблочно продаю, например, битые ЖК-телевизоры, иногда даже заднюю стенку выкидывать жалко. Но, повнимательнее рассмотрев ее состояние, поняв, что она все-таки царапанная, что она вряд ли кому-то пригодится. Она максимум пригодится либо после такой переделки, либо после пожара, когда родная плавилась. Но при том, что начинка осталась живая. Только тогда она может пригодиться, поэтому все-таки принимаю решение это выбросить. Но, не знаю почему, но у меня сложилось вот такое вот отношение именно к корпусу, технике, электронике и всего вот этого. И вот это то же самое, как противно пользоваться телефоном с замененным корпусом, или с замененным стеклом, или с замененной задней крышкой. Это не те ощущения, и когда ты понимаешь и знаешь, что там что-то делалось, это уже совсем не то. Как ни разу не разбиравшийся в оригинале склеенный, например, 7-match. Вот такая вот ситуация. Надеюсь, я до вас донес свою мысль. Спасибо за внимание.